Так провел он недолгое время своего пребывания в монастыре, ибо он прожил в нем только пять лет и скончался в послушании, никогда и ни в чем не исполнив своей воли и не сделав ничего по пристрастию. Когда же он впал в болезнь и стал харкать кровью, от чего и умер, услышал он от кого-то, что недоваренные яйца полезны харкающим кровью. Это было известно и блаженному Дорофею, который заботился о его исцелении, но по множеству дел средство это не пришло ему на ум. Досифей сказал ему, «Отче, хочу сказать тебе, что я слышал о вещи, полезные для меня, но не хочу, чтобы ты дал мне ее, потому что помысл о ней беспокоит меня». Дорофей отвечал ему на сие, «Скажи мне, чадо, какая это вещь?» Он отвечал ему, «Дай мне слово, что ты не дашь мне ее, потому что, как я сказал, помысл смущает меня осем». Авва Дорофей говорит ему, «Хорошо, я сделаю, как ты желаешь». Тогда больной сказал ему, «Я слышал от некоторых, что недоваренные яйца полезны харкающим кровью, но, Господа ради, если тебе угодно, чего ты прежде не дал мне сам от себя, того не давай мне и теперь ради моего помысла». Авва отвечал ему, «Хорошо, если не хочешь, то я не дам тебе, только не скорби». И он старался вместо яиц давать ему другие полезные для него лекарства, ибо Досифей прежде сказал, что помысл смущает его касательно яиц. Вот как он подвязался отсечь свою волю даже и в такой болезни. Он имел всегда и память Божию, ибо Авва Дорофей заповедал ему постоянно говорить, «Господи Иисусе Христе помилуй мя», и между этим «Сыне Божий помази мя», так он всегда произносил эту молитву. Когда же болезнь его весьма усилилась, блаженный сказал ему, «Досифей, заботься о молитве, смотри, чтобы не лишиться ее». Он отвечал, «Хорошо, отче, только молись о мне». Опять, когда ему сделалось еще хуже, блаженный сказал ему, «Что, Досифей, как молитва, продолжается ли по-прежнему?» Он отвечал ему, «Да, отче, твоими молитвами». Когда же ему стало весьма трудно, и болезнь так усилилась, что его носили на простыне, Авва Дорофей спросил у него, как молитва до Сифей. Он отвечал, «Прости, отче, более не могу держать ее». Тогда сказал ему Авва Дорофей, «Итак, оставь молитву, только вспоминай Бога и представляй себе его, как сущего пред тобою». Страдая сильно, Досифей возвестил осем великому старцу, святому Варсонофию, говоря, «Отпусти меня, более не могу терпеть». На сие старец отвечал ему, «Терпи, чадо, ибо близка милость Божия». Блаженный же Дорофей, видя, что он так сильно страдал, скорбел осем, боясь, чтобы он не повредился умом. Через несколько дней Досифей опять возвестил о себе старцу, говоря, «Владыка мой, не могу более жить». Тогда старец отвечал ему, «Иди, чадо, с миром, предстань, святой троице, и молись о нас». Услышав сей ответ старца, братья начали негодовать и говорить, что он сделал особенного, или каков был подвиг его, что он услышал сии слова. Ибо они действительно не видели, чтобы Досифей особенно подвязался или вкушал пищу через день, как делали некоторые из бывших там, или чтобы он бодрствовал прежде обычного бдения, но и на самое бдение вставал не к началу. Также не видели, чтобы он имел особенное воздержание, но напротив примечали, что если случайно оставалось от больных немного соку, или рыбьих голов, или чего-нибудь подобного, то он ел это. А там были иноки, которые, как я сказал, долгое время вкушали пищу через день и удваивали свои бдения и воздержания. Они-то, услышав, что старец послал таковой ответ юноше, пробывшему в монастыре только пять лет, «Смущались, не зная делания его и несомненного во всем послушания, что он никогда ни в чем не исполнил своей воли, что если случалось когда-нибудь блаженному Дорофею сказать ему слово, смеясь над ним и как бы что-нибудь приказывая, то он поспешно шел и исполнял это без рассуждения». Например, сначала он по привычке говорил громко. Блаженный Дорофей, смеясь над ним, однажды сказал ему, «Тебе нужен вукократ да сифей. Хорошо, пойди же возьми вукократ». Он, услышав это, пошел и принес чашу с вином и хлебом. Примечание. В греческой книге прибавлено, ибо это и значит вукократ. И подал ему, чтобы принять благословение. А Водорофей, не понимая этого, посмотрел на него с удивлением и сказал, «Чего ты хочешь?» Он отвечал, «Ты велел мне взять вукократ, так дай мне благословение». Тогда он сказал, «Бессмысленный, так как ты кричишь подобно готфам, которые кричат, когда напьются и рассердятся, то и я сказал тебе, возьми вукократ, ибо ты говоришь как готф». Досифей же, услышав это, поклонился и отнес обратно принесенное им. Однажды пришел он также спросить Аву Дорофея об одном изречении Святого Писания, ибо ради чистоты своей он начал понимать Святое Писание. Блаженный же Дорофей не хотел, чтобы он вдавался в это, но чтобы лучше охранялся смирением. И так, когда Досифей спросил его, он отвечал ему, «Не знаю». Но тот, не поняв намерения отца своего, опять пришел и спросил его о другой главе. Тогда он сказал ему, «Не знаю, но пойди и спроси отца игумена». И Досифей пошел, уже немало не рассуждая. А Авва же Дорофей предварительно сказал игумену, «Если Досифей придет к тебе спросить что-нибудь из Писания, то побей его слегка». И так, когда он пришел и спросил игумена, тот начал толкать его, говоря, «Зачем ты не сидишь спокойно в своей келье и не молчишь, когда ты ничего не знаешь? Как смеешь ты спрашивать о таких предметах? Что не заботишься о нечистоте своей?» И сказав ему еще несколько подобных выражений, игумен отослал его, дав ему и два легких удара по щекам. Досифей, возвратясь к Авве Дорофею, показал ему свои щеки, покрасневшие от ударений, и сказал, «Вот я получил, чего просил». Примечание. В славянском имам и пясницу на хребте. Но не сказал ему, «Зачем ты сам не вразумил меня?» А послал к отцу игумену. Он не сказал ничего подобного, но все, что говорил ему отец его, принимал с верою и исполнял, не рассуждая. Когда же он вопрошал Аву Дорофея о каком-либо помысли, то с такой уверенностью принимал слышанное и так соблюдал оное, что во второй раз уже не спрашивал старца о том же помысли. И так, не понимая, как я сказал, чудного сего делания, некоторые из братьев роптали о сказанном Досифею от великого старца. Когда же Бог восхотел явить славу, уготованную ему за святое его послушание, а также и дар ко спасению душ, который имел блаженный Авва Дорофей, хотя и был еще учеником, сподобившись так верно и скоро наставить Досифея к Богу, тогда в скором времени по блаженной кончине Досифея случилось следующее. Один великий старец, из другого места, пришедший к находившимся там в Кеновии Аввасирида братьям, возжелал видеть прежде почивших святых отцов всей Кеновии и помолился Богу, чтобы он открыл ему о них. И увидел их всех вместе, стоящих как бы в лике, посреди же их был некоторый юноша. Старец после спросил, «Кто тот юноша, которого я видел среди святых отцов?» И когда он описал приметы лица его, то все узнали, что это был Досифей, и прославили Бога, удивляясь, от какой жизни и от какого прежнего пребывания в какую меру сподобился он достигнуть в столь короткое время тем, что имел послушание и отсекал свою волю. Субтитры создавал DimaTorzok